Тридцать первое. Это «Эксперты без каналов и кейсов». Когда к вам приходят эксперты, предлагают вам помощь по ютубу, спросите у него, покажи свой канал, покажи каналы своих клиентов. И вот здесь, когда вам начинают говорить о том, что канала нет, я вот весь в клиентах сижу, сапожник без сапог, попросите клиента. А самое главное, не поленитесь и позвоните владельцу этого канала. Не менеджеру, а владельцу. И спросите, знаете вы такого или не знаете? Работали или не работали? Как он вам? Ничего, это нормальная практика. Называется фактаж. То есть вы проверяете фактаж, и это нормально. У нас есть десятки клиентов, с которыми мы работали, работали, и показываем это клиенту своим. Смотрите наши видео-отзывы, мы не стесняемся, и клиенты гордятся с работой с нами. Поэтому, друзья мои, вот проверяйте фактаж. Что еще? Опять же, очень часто неподтвержденное портфолио у эксперта. Что это значит? Мошенничество в чистом виде, когда люди, вот я проводил аудит канала Трансформатор. Более того, он пришел и поставил нам лайв, сказал большое спасибо, там все, он официально подтвердил то, что все, что мы сказали про его канал Правда, там сделали аудит, там все хорошо. Но я нигде не упоминаю, что я работал с Трансформатором. Нигде. Огромное количество людей, которые бродят по интернету, у них в кейсах есть, там, типа, я продвигал канал такого-то, да. То есть, когда начинают копать, где ты продвигал, оказывается, что он сделал две обложки. Но он чисто технически не обманул. Он же помогал, то есть, его две обложки помогли продвинуть канал Трансформатора. Это правда. Но, создается впечатление, что эти люди, они условно занимаются, вот, скажем, таким мошенничеством, да. Потому что они выдают желаемое за действительное, да. И вот здесь мы думаем, что мы нанимаем специалиста, который там продвигал там всех звезд, а по сути звезды даже о нем не знают. Поэтому проверяйте, проверяйте, проверяйте.